Всем доброго времени суток! С вами Елена. И сегодня у меня опять по хвостушке. Неделю, 8 дней, получается, уже сегодня 8 дней назад, я у Веры в магазине в Кудепсите забронировала маленькую азиатскую орхидейку. И обещала забрать в понедельник или во вторник. Вот вчера у нас было воскресенье, праздник Пасхи, у нас был завоз в Сочи, а в понедельник я подумала, что надо ехать и забирать свою азиатскую малышку. Вот знаете, что я хочу сказать? Тренировать силу воли – это бесполезное дело, потому что мы ее вроде бы начинаем тренировать, а потом срываемся. Ну, во всяком случае, я-то уж точно. Вот такие корни у орхидеи. Почему это орхидеи, когда я говорю, что ехала за азиатским малышом? Да потому что ж не удержаться. Ну, подержу интригу чуть-чуть. Горшок весь поломан. Ну, вот, во всяком случае, вот здесь вот треснуто. Грунт частично высыпался, и вот здесь его с этой стороны не было. И я не могу понять, есть ли там торф в стакан или нет, я его не увидела, но там очень много корней. Ну, и вот такая проблема. Не знаю, радость я себе купила или проблему. Вот здесь вот этот лист – это прям отек-отек. Вот так поверну, покажу. Он вот прям как жидкий такой. Делать сегодня с орхидеей я его в обед привезла. Сейчас вечер. Наверное, послезавтра выложу видео. Ну, вот сегодня шестое число. Шестое мая. Вот этот лист я, наверное, обрежу вот так сейчас. И обработаю перекисью водорода, ну, краешек, срез. И сегодня я ничего больше делать не буду, а вот завтра я полностью обработаю. Вот здесь тоже небольшой отек, но здесь не критично, здесь нет такой, ну, влаги. А там он прям вот видно, да, жидкий аж, как кисель. И вот здесь срезан лист. И у орхидеи при покупке, я думала, что три цветоноса, оказалось, нет, четыре. Вот такой плесенью покрытые держатели. Оказалось, четыре. И вот этот вот цветонос, если вот эти зелёные, этот желтится. Сегодня тоже его трогать не буду, а вот завтра, после обработки от вредителей, я её ещё немножечко нежно подпою, но буквально на сантиметр. Ещё не решила с антибиотиком каким-нибудь. Наверное, всё-таки, да, разведу антибиотик. Вот. И тогда уже после обработок я срежу этот цветонос, и вот это вот всё разведу топсин М, кашицей такой, покрою всё, и вместо среза цветоноса, чтобы никакая инфекция никуда не попала. Ну и покажу сейчас, почему я сошла с ума. Это вот такое облако. Это, сейчас, вот этот цветонос, который желтится, он пилор. А вот этот такой пилор открытого типа. Вот даже вот здесь вот в бабочку ушёл. Ну а этот цветонос, это бабочка. Ну не красота ли? Марракеш или танго. Кто-то её называет так. Кто-то иначе. Вы посмотрите, какая красота. Да, свободных не было. Они уже все у Веры проданы. А так как это вся бедный инвалид, ну в плане листьев, мне на неё Вера сделала скидку. Смотрите, какая красота. Невероятная. Ещё вот здесь, здесь вот она отсушила бутоны, я их поубирала, пока стояла на остановке. Орхидея высокая выглядывала из пакета, как раз с сухими бутонами. А вот здесь ещё один живой бутон. Ну и как было не взять, как не побороться, да, за вот эту прелесть. Вот у неё, да, получается два цветоноса, вот так, пилоры. Один полностью бабочкой, а второй вот так вот. Красота. Ну, хотя я как-то покупала орхидею, причём выбирала. Очень долго выбирала, смотрела на корни, когда дома сняла упаковку. Вторые листья из середины прям хлюпнулись вот так вот на стол, и потекла жидкость, вот такие были раскиши. Ничего, выходило же. Убрала, подсушила, обработала, и всё хорошо. Такая тыльная страна. И не знаю, как её повернуть, чтобы показать всё. Вот такая, ой, что-то я видео затягиваю. Вот такая вот розетка. Ну, красота, красота. Ой, пожелаем и мне, и орхидеюшке, удачи. Не подведи меня, красавица. Ну, и сейчас покажу то чудо, за которым я ехала. Орхидею, которую я очень давно хотела и уговаривала себя, что мне ничего не надо. И как-то то я не успевала её поставить на бронь, а когда была у какого-то из продавцов, а когда была уже возможность купить, думала, нет, не буду, места нет. Ну, бывает тогда наше метание. А тут восемь дней назад Вера написала, что опять появилась хатаюки. И я походила, наверное, час подумала, а потом позвонила Вере и поставила её на бронь. И сказала, что сразу после праздника за ней приеду. Ну, вот такое вот растение. Знаете, я бы не сказала, что это горшочек 2,5, но совсем уже не 1,7. Вот, ой, видно вот так. Это хатаюки. И когда я приехала её забирать, у неё оказывается цветонос. И ещё, да, она просушена. Что-то Вера, видимо, ну, не знаю, не поливала. Тоже ей видно со всеми этими хлопотами. Не до этого было. Ну, вот смотрите, здесь растущий корень. И вот здесь вот везде, мало того, что растёт цветонос, ещё везде вот такие растущие корни. Ну, вот. Ехала я за вот такой маленькой радостью. А привезла ещё вот такую заботу себе. Ну, красота. Красота. Думала, куплю, приеду. Хотела у Веры снять обзор, а когда увидела вот эту орхидей. всё уже купила, оплатила, вышла. Иду на остановку и думаю, обзор же я не сняла. Ну, вот. И видео должно было быть про вот эту девочку. А всё, внимание на себя тянула Маракеш. Красавица. Спасибо всем большое за внимание, за поддержку, за добрые комментарии. Исполнение всем желаний и побольше в жизни нам приятных сюрпризов. Всем мира, добра, благополучия. До новых видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok